Доброе утро! Мы продолжаем с 11 по 14 февраля. В Оренбурге прошло первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. А вот уже 25 февраля, уже в Ульяновске, пройдет первенство ПФО среди юношей и девушек до 16 лет. В гостях у нас сегодня этим утром Малов Евгений, старший тренер по младшим юношам, Ива Леолин Ильнур, тренер по вольной борьбе спортивной школы номер 9. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть, рады сейчас будем слышать. Вот переходим к беседе, собственно говоря. Вот Оренбург, состязание, привложка в федеральный округ. Вот расскажите, как все прошло, как состоялось. Каковы результаты? Соревнования проходили в два дня. От нашего региона было 9 призеров. Победителем... Победитель был один, к сожалению. В самой маленькой весовой категории это был Вилюлов Ибрагим. Кстати, личный воспитанник тренера Валерина Ильнура. Ильнур, вот как это так, воспитать чемпиона в таком возрасте? Это сложно? От чего зависит победа, собственно говоря? Ну, зависит от желания воспитанника. А у него бешеное желание. Он вообще такой парень, что готов на канат лазить после тренировки раз в 20. То есть здесь вопрос о мотивации какой-то, да, такого самого настроя? Да, да. То есть даже если я ему задания не дам, он пойдет и будет делаться. После тренировки остается еще час-полтора. Просто тренируется, пашет. Ну, парень просто готов пахать. Вот так могу сказать. А настрой исключительно на победу всякий раз? Или как-то готовить каким-то, ну, неудачам, будем так говорить? Ну, естественно... Как вот с ребенком, как работать? Естественно, готовим на победу. Естественно, обговариваем эти моменты. Говорим, какие... Какого результата вы можете достичь? Что вам будет, как бы... Какие звания вы можете получить? То есть какие регалии? Естественно, мы готовим на победу. Говорим то, что вас будут уважать. Ну, естественно, спортсмены... Ну, и объясняем то, что спорт, он учит жизни. То есть если вы будете в жизни все так же, если вы будете, ну, много тренироваться, ну, не бездумно, конечно, систематически, там, по графику, как тренер это все распишет, то, естественно, вы достигнете успеха. Так же и в жизни, если будете правильно делать какие-то вещи, то, ну, в работе там дальше это все поможет. Да, ну да. Да, и достигнете успеха. Скажите, а вот подход к детям, он одинаковый? Вы пытаетесь из каждого сделать победителя или все-таки по возможностям детей? Ну, конечно, по возможностям. Потому что сразу мы видим, то, что, допустим, может какой-то полненький прийти, да, может крепенький, может пока слабенький. Ну, это видно по физиологическим возможностям, да. Ну, каждому подход как бы индивидуальный, потому что от кого-то мы можем потребовать большего, потому что он может больше, по нему видно на данный момент, да. А на данный момент от кого-то большего не потребуешь, допустим. А от кого-то можете отказаться? Не принять, сказать, ну вот, ну, извини, не твою. Только по состоянию здоровья. Да. В заключительном. Да. К нам ребята приходят, они в обязательном порядке должны пройти медосмотр и принести справку о состоянии здоровья. Если о состоянии здоровья, мы не отказываем. Кстати, хочу сказать, у нас тренировки бесплатные. Да, поэтому мы всем рады. Приходите, приводите детей. Ну, вот в Оренбург поехали уже подготовленные ребята. Да. Ну, и как шла подготовка? Ну, подготовку мы проводили на базе спортивной школы номер 9. Естественно, тут за 2-3, за 3 где-то месяца мы делали базу. Это, значит, штанга. Потом круговые тренировки. И уже последний месяц больше спаррингов. А последние 2 недели вообще как бы постоянная борьба из-за различных положений. Уже только спарринги, только бои, да? Да, да. Ну, не бои, а борьба. Ну, да, ну, да, ну, да. Спасибо. А вот получается спортивная, вольная, точнее, борьба, она соединяет в себе силовую нагрузку и еще гибкость, правильно? Это же вот такой... Гибкость, ловкость, быстроту, координация. То есть тут очень много таких моментов. Ну, вы довольны результатами в Оренбурге? Доволен, да. Кстати, хочу еще отметить, что Ибрагим, тот, который занял первое место в Оренбурге, он также будет выступать еще и в Ульяновске. Вот. Потому что он выиграл первенство ФО среди юношей до 18 лет, хотя ему еще, по-моему, 14, да? Ему 14 в этом году исполнилось, да. А он выиграл первенство до 18. Да, ничего себе. Это ему дают право... Участвовать на первенстве России, да. И борется с недовеском. Он боролся в весовой категории 42, а весит 41, 45. Сейчас надо набирать. Ну, зачем? Мы сейчас в Ульяновске, ну, мы еще принимаем решение. Возможно, он будет в весовой категории 38, либо 41. Посмотрим по его самочувствию. Ну, вот давайте поговорим о 25 феврале, а это совсем уже скоро. Первенство также при Волжском федеральном округе среди юношей и девушек до 16 лет. Есть уже команда, наверняка, и команда уже готовая, так? Да. Хочу сказать то, что первенство ПФО до 16 лет в Ульяновске проводят традиционно уже на протяжении 20 лет. То есть к нам приезжают спортсмены со всего округа, то есть с первого федерального округа. Да, команда уже сформирована. Мы провели первенство области, где выявили сборную Ульяновской области. И сейчас, как раз с 5 февраля по 19, у нас проходят учебно-тренировочные сборы. И юноши и девушки есть в команде? Юноши и девушки, да. Также мы, кстати... Ну, вот Алена интересует вторые. Как девушки себя проявляют в вольной борьбе? Очень интересно. Девушки также стараются, тренируются. А в Оренбурге тоже у нас было 2 призера с области. Они заняли, к сожалению, второе место. Ну, а к девушкам вот те же самые требования? Или все-таки какие-то... Да по помягче. Не будем говорить, да, ну по облажке. Но наверняка же какие-то критерии-то иные. Ну, естественно, индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Много вообще девчонок? Меньше, чем мальчишек. Ну, это да, понятно. Потому что вид спорта такой жесткий, скажу. Но девчонки-то есть, да, тренируются также в нас в области. Ну, вот я так понял, вот по словам Ильнура, что здесь спорт спортом, но когда ты работаешь все-таки с растущим человеком, здесь еще и вопросы такие воспитательно-образовательно. Еще такие педагогические мотивы я слышал вот сейчас, да? Ну, естественно, естественно. Вообще, как бы, цель к ребятам не то, что прям вырастить такого чемпиона. Нет такой сверхзадачи, да? Ну, есть, конечно, такая мечта, да, тренерская, да. Но самое главное воспитать достойного человека с правильными принципами жизненными. Ну, чтобы просто дальше он, как бы, с гордостью говорил, то, что, да, я занимался вот здесь, вот здесь, и всегда говорил, я рад помочь. Ну, и помогал нам дальше в жизни, как бы, ну, такие, как бы, цели, чтобы люди достойные выходили с нашего клуба. А в профессию именно многие уходят? Или для кого-то это так и остается? Ну, чем-то вот, ну, да, таким перевалочным, что ли, пунктом, жизненным этапом? Или кто-то уходит, там, например, в тренерскую деятельность? Ну, есть, конечно, уходит и в тренерскую деятельность. Мы, допустим, тренером. Вы тоже, да? Мы с вами тоже самое, например, да, мы знали, тренировались в этой девятой спортивной школе. Вот оно что, это замечательный факт. Вот вы расскажите, пожалуйста. Отучились в университете, получили педагогическое образование. Чтобы позволять тренерам, да. А нужны ли какие-то, вот как сказать, звания, чтобы работать тренером? Там, например, мастер спорта, ну, я не знаю просто. То есть самое главное, это педагогическое образование. И все? Ну, по закону, да. Ну, у вас есть звание сейчас спортивное? Эльнур, мастер спорта. Мастер спорта. А вот юноши, девушки, которые участвуют сейчас в соревнованиях, о которых мы говорили, им еще рановато, или они на каком-то подходе... Уже кандидат мастера спорта. Вот они, все призеры получат кандидата мастера спорта. Ну, и кто-то уже там есть кандидатами является, но кто не является, уже получат. Кстати, это один из стимулов, из стимулов победить в этих соревнованиях, чтобы получить звание кандидата мастера спорта. А что дает это звание? Ну, это престиж. Конечно, престиж, уважение среди сверстников в школе также уважать. Ну, как бы я сам вообще это проходил в школе, допустим, я когда выполнил норматив КМС, мне уже на доске повесили там на объявлении то, что поздравляем там с выполнением норматива КМС. Ну, естественно, да, и одноклассники спрашивают, как, чего. Это же... это правильная вещь, потому что... Ну, вот послушай, хорошо. Также еще есть финансовые вставляющие, то есть есть премирование спортсменов. То есть после выполнения они получают ежемесячные выплаты. То есть, а, ну вот, ежемесячные выплаты. Да, от спортивной федерации. Большое спасибо нашей спортивной федерации. Да. Ну, вот победы, понятно. Здесь вроде бы как все объяснимо. А что вы делаете, что вы говорите тем, которые, ну, не побеждают или хотя бы вот там не победили в каком-то таком, на каком-то таком турнире, на котором вы рассчитывали, делали ставку на победу? Ну, проводим работу над ошибками, во-первых. Почему? Выясняем, почему они не вошли в призеры, не победили. Ну, это как? Это жесткий какой-то разговор? Или это что? Вот воспитанник проиграл ваш. Как объяснить ребенку? Да, да, да. Все схватки мы снимаем на видеокамеру. А, ну, понятно. Затем идет разбор, да, наглядный, почему и как все сложилось. А затем идет уже мотивация. То есть спортсмену не только всегда нужно ругать, нужно его мотивировать, поддержать, сказать то, что не переживай, в следующий раз мы сделаем все совместными усилиями. То есть это не только тренер, но и спортсмен, он должен отдаваться спорту. И мы сделаем все, чтобы в следующий раз таких ошибок не было. Ну, может быть, наивный такой вопрос. А за что ругаете? Вот что точно нельзя спортсмену? За что он точно получит? Это поведение на тренеров. Если там бывает же, все равно дети. Все дети там, они. Бывает, балуются. За это ругаем. Затем за прогулы. Также еще тренер, это уже как второй родитель является. Нам даже родители звонят, когда у ребенка плохая успеваемость в школе. То есть мы проводим беседу в этом плане. Ну, понятно. Вот. Такое воспитание. Да, да, да. Ну, хорошо. А вот работа психологов, она здесь никак. То есть вот тренер, он все, да? Он заменяет всех. И психолог, и педагог, и тренер. Да, он и спортсмены, это вот тот самый тандем, который... Ну, я думаю, что тренер, он должен быть и психологом, да, и где-то какие-то первую медицинскую помощь должен уметь оказать. Ну, много очень... Травмы бывают? Конечно, конечно, бывает. Ну, спорт без этого как бы никуда. Чаще еще дети с тренерами более открыты, нежели с родителями в этом плане. Потому что они могут чем-то поделиться своими волнениями, какими-то своими, допустим, спорными ситуациями в школе, на улице или еще где-то. Не все дети, родители могут это высказать. А тренерам мы стараемся с ними быть максимально открытыми, чтобы они нам в случае каких-то там неприятностей все рассказывали. Быть другом. Да, могли им помочь в любой ситуации. Ну, вот и вновь о ближайшем турнире. Конкуренция большая у наших? Конкуренция очень большая. То есть на соревнованиях мы рассчитываем более 450 участников. Ух ты, это много. Это со всей страны. Нет, зачем? С привозков. А, ну да, 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 конечно. Несколько городов, получается. 14 округов. Регионов. Регионов, да. Ну и в чем наша сила? Нашей команды? Сила нашей команды в единстве. Угу. Да. Ну хорошо, спасибо огромное за эту встречу. Очень интересная у нас получилась беседа. Ребятам удачи, вам удачи. Только побед и новых достижений. Все, спасибо большое. И жизни, и спорта. Спасибо огромное за встречу, друзья. Напомним, что в гостях у нас сегодня были Малов Евгений, старший тренер по младшим юношам, и Валюлин, Ильнур, тренер по вольной борьбе спортивной школы номер 9. Это «Утро с репортером». Мы движемся далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну ведь, хватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...